Ребята, привет! Рубрику по расчету стоимости автомобилей передаю Артему. Он работает в нашей компании целых 5 лет. У него очень большой опыт в технической части, в расчете стоимости, в знании сегментов. Поэтому без каких-либо сомнений отдаю ему эту очень важную функцию – расчет автомобиль. Друзья, всем привет! Для вас сегодня подготовили подборку автомобилей до полутора миллионов рублей. Сегмент универсалов, седанов, минивэнов и хэтчбэк. Также зацепим автомобили с Южной Кореи. Погнали посмотрим. Друзья, первый сегмент, который мы с вами рассмотрим – это сегмент кроссоверов. Если вы не любите серые будни, а любите активный образ жизни, тогда эти автомобили точно подойдут вам. Первый вариант – это Honda Vezel. 2018 год, 58 тысяч пробег, четверка оценка. Вот такой белоснежный красавец. Данные автомобили выпускаются на полноприводе, гибридные, переднеприводные. Honda предоставляет выбор. Молодцы, ребята! Стоимость этого автомобиля – 1 миллион 320 тысяч рублей. Второй вариант – Mazda CX-5. Автомобиль, который красивый как внутри, так и внешне. Дизельные моторы – это один из самых популярных на данный момент дизельных автомобилей, которые приобретаются в аукционах Японии. 44 тысячи пробег, четверка. Оценка 2019 год. Стоимость данного автомобиля – 1 миллион 426 тысяч рублей. Ну и не стоит забывать про наших корейских братьев, таких как Hyundai Santa Fe. Этот автомобиль мы разберем в следующем выпуске. Любите городскую жизнь и спокойное, комфортное передвижение по дорогам вашего города? Тогда для вас подойдет сегмент седанов, а именно Honda Accord. Несмотря на уходящий год, это кузов CR6, эти автомобили все равно довольно-таки популярны. Каждый день мы приобретаем данные автомобили. 94 тысячи пробег, четверка оценка. Вот такой красивый черный бриллиант. Максимально стильный, технологичный автомобиль. И очень динамичный. Стоимость этого автомобиля – 1 миллион 348 тысяч рублей. Не нравится Accord? Вот тебе еще вариант. Toyota Premium 2018 год – 1,8, 39 тысяч пробег, 4,5 балла. Этот автомобиль максимально надежный и неприхотливый. Поэтому, если ты любишь надежность и берешь автомобиль на 7, 10, 15, 20 лет, бери премию, а ли он не прогадаешь. Стоимость этого автомобиля – 1 миллион 440 тысяч рублей. Ну, а если ты четкий пацанчик и тебе не нравится этот выбор, не нравится Accord, не нравится премия, в самую пору взять Toyota Chaser, поставить на него 1JZ GTE 154 коробку и намотать его на какое-нибудь дерево или столб. Хана марку вообще, а марк был хорошего. Не забываем про корейские альтернативы, такие как Kia K3, но об этом мы поговорим также в следующем выпуске. И следующий сегмент автомобилей – это рабочие лошадки. Но речь не об этом автомобиле, потому что это Subaru LeWork. Да, можно назвать его рабочей лошадкой, но вряд ли вы будете его так эксплуатировать. Этот автомобиль максимально динамичный, один из самых красивых автомобилей в сегменте универсалов и максимально управляемый. 60 тысяч пробег, четверка оценка, 1.6 турбо. Вот такой красавец и довольно вместительный. Стоимость этого автомобиля 1 миллион 240 тысяч рублей. Не нравится LeWork, есть максимальное сочетание динамики, внешнего вида, экстерьера, интерьера Honda Jade. Вашему вниманию 9 тысяч пробег, 4.5 оценка. Стильный, максимально стильный автомобиль. Стоимость этого автомобиля 1 миллион 400 тысяч рублей. Друзья, и не стоит забывать про сегмент минивэнов. И у вас что на уме? Это, наверное, Alphard Evilfire. Но нет, когда у вас, к сожалению, полтора миллиона рублей, вы не можете себе позволить такую роскошь. Но есть роскошь немножечко поскромнее, но тоже роскошь. Это Toyota Voxy. В этом автомобиле вы спокойно можете посадить всю свою семью и еще пару своих корешей с работой. И поехать куда-нибудь в сторону, дачи, попариться в баньке или куда-нибудь на природу. А может быть вы собрались в Сибири доехать до Владивостока. Этот автомобиль обязательно вас довезет, потому что там максимально надежные агрегаты. Есть гибридные версии, есть полноприводные версии, есть бензиновые. Все что угодно. Toyota вам предлагает выбор. 110 тысяч пробег, четверка оценка. Это у нас гибридная версия, 2018 год. Что Voxy, что Noh. Это абсолютно одинаковые автомобили. Немножечко видоизменен внешний вид. Стоимость этого автомобиля 1 миллион 385 тысяч рублей. И вот вам еще один минивэн. На мой взгляд, он максимально стильный. Это Honda Stepwagon. В кузове RP3, передний привод, можно взять полный привод, а есть даже гибридные версии, но они стоят дороже. 59 тысяч пробег, четверка оценка. Этот автомобиль крутой, как внешне, так и в салоне. Стоимость 1 миллион 423 тысячи рублей. Ну а если возле вашего дома мало парковочных мест, или вы не можете паркануться туда на своем большом минивэне, для вас подойдет хэтчбэк. Этот автомобиль найдет место не только на парковке, но и в вашем сердечке тоже. Первый вариант это Lexus CT200H. Из Lexus это самый дешевый автомобиль, но тем не менее самый надежный и один из самых популярных. 74 тысячи пробег, 4,5 оценка, 2014 год. Стоимость 1 миллион 388 тысяч рублей. Ну а если ты молодой парень, хочешь раздавать где-нибудь по серпантину, хочешь внимания девочек, тогда тебе подойдет Honda Civic в кузове FK7. 2018 год, полтора литра объем, 58 тысяч пробег, четверка оценка, крутой внешний вид. Стоимость. Переходим к стоимости. 1 миллион 410 тысяч за просто крутую басящую тачку. Ну и стоит отметить в эту же ценовую политику леворульный вариант BMW первой серии. Но об этом в следующей серии. Итак, друзья, что мы сегодня с вами сделали? Мы сегодня с вами разобрали сегмент праворульных автомобилей с аукционов из Японии до полутора миллионов рублей. В следующем выпуске мы с вами разберем европейские автомобили из Кореи на левом руле. И если тебя интересует какой-то автомобиль, ты можешь написать в комментарии и, возможно, в следующем выпуске ты его увидишь. Ну а мы с вами прощаемся. Контакты в описании, ссылка здесь наверху. Пока. 60 лошадиных сил в этой большой машине. Вот ты, конечно, дубасить на ней-то будешь. А, такой динамичный и вместительный. Если ты четкий пацанчик. А если ты хмырь болотный. Именно поэтому Никитос в этом чемпион. Че, да прикольно ж будет. Ну дружок, дружок, пирожок.